245 детей в Сарове имеют диагноз астма. Больным положен ряд льгот. Им назначают бесплатные лекарства, выделяют путевки на лечение в санатории. Это заболевание передается по наследству и, как правило, формируется в возрасте от 3 до 11 лет. Но это не исключает астму подростков, это не исключает пульцевую бронхиальную астму, это не исключает формирование астмы у группы часто болеющих детей после перенесенной пневмонии. Это не исключает, например, астму, которая дебютирует 48 лет на фоне изменения гормонального фона. У больных астмой возникают стойкие дыхательные обструкции, которые не снимаются без применения специальных средств. Сдавливающие боли в груди, одышка, свист в легких, ночной сухой кашель, затрудненность выдоха. Эта болезнь не лечится, но при раннем выявлении ее можно хорошо контролировать. Важно вычислить то, что запускает приступы и устранить триггерный механизм. Хорошо в борьбе с астмой помогают плавание и игра на духовых инструментах. При занятиях плаванием у нас очень хорошо развивается дыхательная система. Так же, как хор, хоровое пение, там же дыхательная гимнастика, так же, как флейта, духовые инструменты. Я очень люблю борьбу. Почему? Потому что настоящее правильное занятие борьбой – это всегда самая реализация. И дыхательная гимнастика, направленная на самосознание, энергии и так далее. Сегодня астма – это не приговор. Соблюдая все рекомендации медиков, человек может жить полноценной жизнью. И если в 90-е годы этот диагноз практически закрывал двери в профессиональный спорт, то сейчас астматики занимают призовые места на различных мировых чемпионатах. Диагноз астма есть у футболиста Дэвида Бэкхэма, четырехкратного победителя Тур-де-Франц, велогонщика Криса Фрума, двукратного олимпийского чемпиона пловца Томаса Долана и других. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.